Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Сегодня у нас второй выпуск из нашего нового проекта с Викторией Лоухи, который называется «Северные архетипы». И сегодня мы бы с вами хотели поговорить об эпосе Каливала и одном распространенном архетипе, который называется «Архетип шамана». Это, наверное, будет всем интересно. И основывать наше размышление мы будем именно на прообразе отношений шамана Ленина и его молодой избранницы Айну. Виктория нам сейчас все это подробно расскажет, все нам объяснит. Мы привлекали к этому проекту наших знакомых, наших карельских друзей. Об этом тоже будет сегодня рассказано. И я думаю, что какие-то параллели современной жизни вы сейчас в нашем рассказе тоже найдете. Виктория, вам слово. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что наш разговор сегодня пойдет об эпосе Каливала. Это финно-угорский эпос. Он настолько важен в Карелии, в русской Карелии, так и в Финляндии. И вначале он существовал как отдельные песни, как устное народное творчество карелов, также инкери. Ну, эти мотивы, они повторялись у разных финно-угорских народов, которые близки к карелам. Да, финны, инкери. И, значит, в XIX веке финский лингвист, этноак, фольклорист Элиас Лёндрат решил собрать вот эти вот песни, эти руны. Да, это было такое стихотворное творчество. И у него были экспедиции по Карелии, вот как у Елены. Елена тоже сейчас экспедиции по Карелии были. У Элиаса Лёндрата их, наверное, было где-то 11-13. Вот, Лена, у тебя сколько уже было? У меня уже, наверное, больше пяти. Больше пяти. Ну, вот надо как... Ещё было как у Элиаса Лёндрата. Ну, не только он. Он собирал вообще разное литературное творчество финно-угорских народов. Но, в частности, он вот эти вот руны, да, карельские, он собрал. И на основе их написал, в письменной форме уже изложил, как эпос Калевала. Сотрудничал он с рунопевцами. И, по-моему, Архип Пертунин, да, Васила Келевяйнин. Вот такие имена известные. В финской Карелии, в северной финской Карелии, город Йоэнсу, там есть такой, если будете, музей Кареликум. И там можно посмотреть об этих рунопевцах. Есть записи вот этих вот рун именно уже на карельском языке. Их можно послушать. Я думаю, что краеведческий музей Карелии тоже предоставляет информацию об этом. Кого интересно. И вот эти мотивы в эпосе Калевала, их всех можно прочитать вот в том виде, в каком для нас их донёс Элиас Лёнрот. Главный герой, наверное, самый известный герой Карелии, это колдун Деайни Мюнин, старый мудрец, знахарь, предсказатель. Он играл очень важную роль в жизни калевальского народа. Это такой прообраз первого человека на Земле. У него очень интересная история рождения, такое чудесное рождение от богини Ильматар. Родился он уже 30-летним, то есть он долго сидел у неё в животе, не мог никак родиться. И вот это чудесное рождение, он уже родился старым и мудрым. Вот такая вот о нём и есть легенда. И этот человек, образ, герой, этот герой, он несёт для своих сородичей, он несёт мудрость, он несёт знания, предсказания, некую уверенность в себе. Вот как, допустим, шаманы для общества, их функции были в том, чтобы врачевать, помогать, наставлять, объяснять какой-то смысл жизни. В них искали поддержку их сородичей. Община, она искала поддержку в них. Вот таким вот был Деайни Мюнин. Это был мудрец, это был уже взрослый, считается, что он родился уже уже 30-летним. Вот такой вот образ Деайни Мюнина. Он также, да, он урунопевец, то есть он умел красиво складать, слагать руны, песни. Кроме того, он колдовал. Вот Тетая, да, это вот знахарь, ведун, тот, кто умеет колдовать, кто умеет, вот, кто знает, у кого есть тайные знания, да, Тетая. И Деайни Мюнин, когда какими-то у него, конечно, и у шаманов, и у колдунов, у них могут быть какие-то конфликты. И вот какие-то конфликтные ситуации, когда вступал в Деайни Мюнин, его основным орудием были не кулаки, и не мечи, да, это была магия. Такой своего рода Мерлин, да, Мерлин, Карельский Мерлин. Вот есть, значит, англосаксов у них свой герой, да, у кельтов там свой герой, а у нас вот Венни Мюнин. Ну, у него не было жены, ему хотелось кого-то вот влюбиться, да, вот любой мужчина, да, он хочет найти свою вторую половинку. Одна из таких трагичных историй, это история с молодой девушкой Айна. Ну, увековечена она не только в эпосе Калива, а, например, и в изобразительном искусстве. Акселе Галлен Калала, финский художник, вот его известный триптих, можете посмотреть в интернете, да, найти. Как раз рассказывает об этой трагичной истории, истории Айна, молодой девушки, которая была осуждена, по обстоятельствам, о которых я далее расскажу, стать женой, невестой, да, Венни Мюнина. Венни Мюнин, у него был вот такой вот поединок с другим шаманом, с Йоко Хайниным, да, а Айна, она была сестрой Йоко Хайнина. И когда вот в рунопевческом, в колдовском поединке проиграл Йоко Хайнин, его бросили в болоты, и он, вот Венни Мюнин протянул ему руку, чтобы ему помочь, Йоко Хайнин обещал ему, как говорят, руки-ноги своей сестры, так вот он говорил, да. И мама ей была довольна, что вот с таким мудрецом, с таким вот, да, своеобразным карельским гуру у девушки будет сложиться судьба. Но девушка сама, она не любила Венни Мюнина. Ей не нравилось, что он старше ее, что это неравний брак будет, да, что это что-то против ее воли. Вот отношение к ней, ее семьи, как к вещи, да, вот это тоже архетип, который продолжает существовать и в наше время, да. В каждой эпохе, в многих произведениях мы можем найти архетип отношения к женщине, как к вещи, как к человеку, который не имеет права собственного выбора, не имеет права выбора своего суженного, да, своего любимого человека. Во многих культурах это есть до сих пор. И когда там есть еще такая большая возрастная разница, Айна была молоденькой девочкой, Айна, это как бы с финского единственная, да, то тут вот именно вот этот трагичный архетип, когда взрослый мудрый мужчина и молодая девушка, которая, наверное, хочет, ну, с кем-то быть своего возраста, может быть, вот, да, то есть, ну, по крайней мере, она не хотела быть своей Венни Мюниной. И вот эта история, она заканчивается для Айна трагично, а в мифах, в мифах, ну, герои не умирают, они продолжают жить. Она топится, да, она уходит в море, она видит, когда она у моря, она видит еще трех дев в воде, и она хочет к ним присоединиться, вот к этим русалкам, она становится русалкой. Позже она еще превращается в рыбку, плавает и смотрит, как горюет Венни Мюниной, и это радует, что вот так случилось, что... Ну, это вот мифическая история, да, но она же и имеет отражение и в реальности, да, и в наше время. Ну, что мы можем сказать, это и в искусстве есть, да, наверное, Островские гроза там тоже очень такие... Там не было возрастной разницы, но там вот не было этой любви, да. Картина «Неравный брак», о которой мы все знаем, тоже там счастья особого не было. Или можем даже посмотреть на некоторые страны, я бы не хотела какие-то культуры осуждать, не хотела бы какие-то религии осуждать, вообще никого осуждать, но это факт, что, например, в Афганистане и в Иране есть браки, когда буквально дети, да, девочки там в возрасте, наверное, 13-15 лет, бывают случаи, что вот в интернете можете тоже посмотреть, и совсем дети, и старики, которым, ну, 70-80, то есть, да даже если ему и 30, это тоже уже, когда с ребенком, это уже тоже, вот, например, по законам других стран, да, там, в Европе, в России, это уже называется вообще-то чем-то криминальным, да, вот, но это продолжает существовать, и, к сожалению, такая вот социальная ситуация в этих странах, что, наверное, родителям проще, наверное, вот детей, да, своих отдать какому-то взрослому мужчину, что он их прокормит, и вот отдать его, ну, наверное, не к самому лучшему, но вот такой вот факт есть. Сегодня тоже в новостях я видела, что в Иране сейчас есть какие-то волнения по поводу того, что там был случай, что у них есть полиция нравов, в которой смотрят, как женщины одеваются, следят за этим, носят хиджаб, не носят, и вот одну девушку, тоже посмотрите имена и все в интернете, я не буду это все озвучивать, ее схватили там, значит, что-то им не понравилось в одежде, привезли в полицию, да, там она ждала, и вот она умерла, то ли спекуляции идут, то ли там что-то вот, вот как-то когда ее схватили, что-то случилось, либо вот у нее сердечный приступ произошел на почве вот того, что она там ждала в полиции, вся волновалась ее там с осуждением, еще одна женщина, она была видна на видео, не так относится, но вот это отношение к женщине как вещи. Еще, может быть, здесь прослеживается архетип вот этих взрослых мужчин, которые, может быть, дурят девушек тоже, да, вот они лезут к молодым девушкам, дурят их каким-то своим опытом, может быть, чем-то вот, у Малахова была такая история, вот будет интересно, посмотрите где-то на ютубе, свадебный генерал, по-моему, называлась, да, там вот мужчина абсолютно придумал в интернете свой образ, он там и генералом себя расписал, и каким-то там чуть ли не знаю, и колдуном, не колдуном, не пойми кем, и вот девочка, не знаю сколько, 13, 14, 15, совсем молоденькая, и вот влюбил ее в себя, то есть вот натурально влюбил, она была в него влюблена, потому что он там свои фото выкладывал, все, и медали на себе у него были, все, вот этот свадебный генерал, родители ее за уши оттянуть от него не могли, вот так вот бывает, что такой вот, такой персонаж, вот в жизни вот эти повторения, они есть, ну, конечно, Вени Мёнин, это шаман, то есть тут я рассказываю про такие совсем... Викторе, просто мы имеем в виду, что архетипы имеют, с точки зрения христианской нравственности нашей, наверное, все-таки два аспекта, да, мы разберем, разобрали, первый аспект положительный, да, это шаман, мудрец, человек, который может дать знания, это прототип нашего нынешнего священника, который может быть духовным отцом, руководителем в духовной жизни человека и поддерживать, как вот ты говоришь, своих соплемений, и свою пасху в то же время, да, и отрицательный его, есть другая отрицательная сторона, когда человек, используя свой статус, да, статус в обществе, может им пользоваться для достижения каких-то своих безнравственных целей. в то же время, вот как ты привела пример именно вот с, вот этим вот свадебным, да, мошенником, который, мейралом, да, который, да, мейралом, который обмирал женщин, девочек в интернете, да, вот, преследуя свои какие-то похотливые, видимо, желания и какие-то свои, не очень привычные мысли, да, на этот счет, или даже цели имея конкретные на этот счет, то есть это вот, используя оба старшего, мудреца, которому иногда, как в родительской фигуре приписывается только положительное, некоторые покупаются на этот ложный образ, ложный, это ложный образ, потому что мошенник и безнравственный человек не может иметь позитивного образа, он его придумывает, преследуя свои внушные цели, вот, поэтому, к сожалению, такие случаи, да, у нас бывают, про случаи в Иране, да, очень хорошо, что ты его напомнила, там причина была в том, что у девушки как-то якобы неправильно был надет хиджап, вот, из-за этого, да, случилась вся эта ужасная история, и теперь подозревают, что ее просто избили в полицию, и она умерла, вот, к сожалению, да, вот эти вот, вот это отношение, я здесь хотела сказать, что, это дело не только в религии, самой, каковой, скорее всего, здесь речь идет о социально-экономическом положении, да, это все очень сильно завязано наше социально-экономическое положение, которое кажется, здесь вроде ни при чем, и все грехи предписывают исключительно религии, это не совсем так, религия отражает то социально-экономическое положение общества, в котором она зародилась на данный момент, общество, и с трудом, очень консервативно, она приспосабливается к тем реалиям, которые есть в современном обществе, да, почему мы говорим, вот, общество алганское, оно, видимо, не приспособлено к, там до сих пор, ну как, состояние экономики самого общества, когда вот это вот натуральное хозяйство, когда люди живут за чертой бедности, в ужасающих условиях, и когда девочку просто продают, по сути, мужчине, который способен ее прокормить, ее продают родители, которые кормятся, к сожалению, вот так вот за счет собственных детей, но они даже, в общем-то, может быть, не виноваты в этом, вся политика, да, общества, общество, которое в социальном, экономическом отношении далеко от европейских и даже российских стандартов, да, вот, поэтому, ну, развитие экономики и прочего, оно вот, пока, пока будет, пока экономика будет буксовать, и вот это вот все будет процветать, так что я имею в виду, что здесь корни гораздо более глубокие, чем кажется на первый взгляд всего этого. Да, да, к сожалению, и это... Пока женщины не сможет самостоятельно зарабатывать, да, хотя, конечно, есть примеры, например, более развитых экономических стран, да, скажем же, арабских эмираторов, но, к сожалению, даже и там, да, вот все вот эти вот ограничения, хотя они как бы более в чем-то продвинуты для женщин, но все равно ограничения, конечно, существуют, накладываемые религии, которая зародилась еще в то время, когда... Ну, когда это было экономически оправдано, скажем так, сейчас уже нет, женщина может сама получать образование и работать, и содержать себя и даже своих детей. Это архетип патриархата, да, вот такой вот крайний патриархат, он всегда ставит женщину вот в роль того, да, вот вспомним даже тех ведьм, которых сжигали в Средневековье, вот в Чехии здесь, да, я вот ездила там с другим исследованием по своей профессии и была в городах, где, ну, просто были процессы с женщинами, да, и, ну, невозможно, не может быть, что столько было ведьм, то есть просто сжигали женщин за то, что о них было свое мнение, за то, что у них там могли быть действительно женщины, которые лечили кого-то, которые знали травы, это действительно была вот в европейской культуре, да, вот эта культура... Дополнительно женщина чем-то выделялась... Выделялась. Да, она могла выделяться своей красотой, своим умом, своими способностями какими-то, да, и, к сожалению, эта зависть и доносы сделали свое грязное дело. Давай вернемся снова к шаману и поговорим о том, как ты считаешь, насколько, ну, вот, насколько в будущем претерпит изменения вот этот вот архетип? Архетип патриархата отойдет или он так и останется еще некоторое время в нашем обществе пребывать? Я думаю, что периоды будут матриархата, патриархата, все будет зависеть в каком обществе, в какой стране, да, потому что все идет тоже от разных традиций. Ну, это борьба полов, да, борьба влияния мужчин и женщин, она всегда есть, она есть на уровне семьи, она есть на уровне, значит, вообще в обществе, да, и разных профессиях. Мужчинам хочется быть всегда мужчинами, да, на первом месте выступать, если какая-то женщина себя будет ставить специалистом в чем-то, особенно в мужских сферах, вот такие, формально в мужских сферах, то им это не будет нравиться. Это я прекрасно понимаю, это все прекрасно понимают. Сейчас очень большая такая вот тенденция, особенно в Европе, на Западе, да, это вот феминизм, небинарность, то есть вот пытаются стереть какие-то грани между полами, тоже такая вот тенденция, как бы под вопросом, то есть я не хочу даже давать оценку, потому что каждый для себя решает сам нравственные какие-то вопросы, да. Ну вот небинарность зародилась она, наверное, еще от 19 века, некоторые писатели затем сталкивались, что в нас есть и мужчина, и женщина, оба архетипа, и Юнг тоже говорил, что и анимус, и анима есть в каждом человеке, и в женщине есть мужские черты, и в мужчине есть женские, условно говоря, это у мужчины вот те чувства, которые он выражает, то есть когда мужчина влюбился, в нем просыпается вот как раз вот эта женская черта, то есть чувства, эмоции, а когда женщина начинает выражать свое мнение, вот это по Юнгу, да, она выражает свое мнение, это уже просыпается вот мужская черта, то есть вот как-то так, поэтому это все... Да, я тебя поняла, у нас немного времени осталось, было объявление, да, значит, я кратенько скажу про Айна, это девушка финка, да, по национальности, или карелка, которая была представлена вот у нас на фотосессии, на нашей... На фотосессии финка, да, девочка финка, да, очень приятная девушка, мы тоже с ней познакомились во время фотосессии, хотела просто сказать, что вот этот вот сюжет, вот этот сюжет, когда Айна как бы топится, да, она поканчивает с собой, дело все в том, что это демонстрация протеста женщины против той роли, функции, которую ей навязывают, да, функциональной роли, когда они спрашивают о ее чувствах, когда ее продают как вещи. Вот это именно, именно форма протеста, форма крайнего протеста, которая существует также до сих пор в традиционных сообществах. До сих пор, да, такие случаи бывают, когда женщина вынуждена покончить с собой в такой ситуации. Даже буквально повторяются именно такие случаи, к сожалению, они до сих пор существуют. Были случаи вот не так давно, по-моему, в Средней Азии, когда молодая пара покончила с собой, они прекрасно знали, что родители их не отдадут друг другу. Вот, и такой случай в Средней Азии у нас тоже не так давно случился. Вот, поэтому вот, к сожалению, это, в общем-то, по сути, это трагический архитект, да, но он до сих пор продолжает существовать. Я думаю, что сегодня мы уже как бы как-то эту тему осветили, да, Вика, ну, что-нибудь еще добавим, ну, хотелось бы добавить, что, возможно, у нас получится разговор с молодым человеком, который представлял Вяйни Менина. Вот, это очень интересный молодой человек, Карел, и в нем, наверное, вот в нем отражаются тоже вот эти положительные черты Вяйни Менина. Это, он, у него несколько образований, он и в медицине, и в лингвистике, и у него религиозное образование, тоже он изучал фенеорские мифы, вот, ну, вот, если получится такой у нас репортаж, да, с ним разговор. Мы его обязательно вставим или в это видео, или сделаем отдельное видео с ним, это будет, я думаю, тоже кому-то интересно, вот. Ну, и как следующее, а нам следующего архетипа, вкратце, Вика, о чем мы будем говорить в следующий раз? В следующий раз мы уже будем говорить о матриархате, потому что, вот, Вяйни Мюнин, он представлен, Вяйни Мюнин, вот, с этой вот историей, да, с тем сюжетом, он представляет патриархат, мы будем говорить о матриархате, о ведьме лоухе, да, и, наверное, о колтызе, да, о колтызе, и о колтызе, да, то есть, о сильных женщинах, да, сильных женских, Женщина-мать и женщина-ведунья, да, колтызе, да, 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 будет тоже интересно посмотреть, вот, эти архетипы, там, с точки зрения психологии, с точки зрения современности, я думаю, что колтызе, это божество женское финно-угорских народов, в данном случае, это оптихубров и ханцы и манцы божество, да, поэтому это жена Мумиторума, и думаю, что нам тоже будет интересно, я сама лично пыталась этот образ примерить на себя, вот, и тоже об этом расскажу о своем опыте. Всего доброго, спасибо всем, что вас слушает, пишите нам свои комментарии, мы вас всех ждем. До свидания. До свидания.